Новогодний мешок и футболка своими руками. В Ивановском колледже легкой промышленности прошли мастер-классы для будущих абитуриентов. Нынешним девятиклассникам и в перспективе студентам учебного учреждения наглядно показали, с чем им предстоит иметь дело в процессе обучения. На мастер-классе под руководством художника-модельера Марии Девяткиной ребята попытались декорировать мешок для новогодних подарков. Первый этап – подготовка подручных инструментов. Кусок поролона. Вот так вот сворачиваем. Это у нас любой ученик умеет делать. То есть это все элементарно делается. Дома, кстати, может пригодиться что-то красивое сделать, что-то оформить, бордюры даже делать. На стены можно наносить рисунки, на футболки. Мы с вами в данном случае на мешочке. Вот, пожалуйста, готовы. Уже инструмент готовый. После школьникам раздали уже готовые мешки, сшитые студентами колледжа. Впереди творческая часть. За дело ребята принялись с небывалым энтузиазмом. Я клею елочку и снеговик. Это очень интересно, увлекательно. Ну, думаю, это всем понравится. Для меня это интересно, потому что в него, мне кажется, можно положить такой подарок. Можно развивать, можно делать различные вещи. Подарок на Новый год хороший. Лидия Николаева учится на втором курсе. С ее легкой руки, как по волшебству. При помощи вышивальной машины нового поколения за считанные минуты на ткани появляется узор снежинка. Алгоритм работы с оборудованием девушка знает на зубок. Заправить ткань в пяльце. Ткань должна быть упругой в пяльце, как имбрование, чтобы потом никаких складок не было. Заправляем сюда. После включаем машину. Выбираем цвет ниток, рисунок. Рисунок можно выбрать в каталоге и ввести его код. После выбираем, какой будет цвет, сколько будет цветов, какая будет иголка. И запускаем машину. А в этом цехе уже другую группу школьников учат нюансам дизайнерского шитья. Под руководством мастеров и студентов они создают футболки с индивидуальным принтом. Дети не просто смотрят глазами, они участвуют в производстве продукции своими руками. Через тактильные ощущения, через эстетическое восприятие формируется их образ будущей деятельности. Как нам рассказала директор колледжа, ученические цеха оснащены новейшим оборудованием. Более того, в связи с перспективами открытия в области комбината по производству химволокна, здесь уже сейчас вовсю используют систему ультразвуковой сварки тканей. Здесь фактически нет привычных нам ниточных швов. Все операции коллекции выполнены на машине с ультразвуковой сваркой. На таком оборудовании обучаться швейным изыском – одно удовольствие. Мастер-классы проходят здесь еженедельно. Ребятам интересно пообщаться, во-первых, с такой же молодежью, как они. Это такое некое волонтерское движение, потому что с ними работают не только мастера во время мастер-классов, а ребята, которые являются сами студентами, показывают, как можно в данном случае декорировать ткань, что актуально перед Новым годом, какие новые ткани, какие технологии, какое современное оборудование. Это же все очень интересно, рассказывают об этом сами ребята. По статистике, около 50% ивановских школьников выбирают профессиональное образование. Впоследствии к таким мероприятиям планируют привлекать еще и родителей. Полина Понасецкая, Денис Денисов, РТВ Иванова